Дорогие друзья, дорогие слушающие, это слово. Сегодня хочу говорить о прекрасных словах Иисуса в 14 главе от Иоанна. Это были его последние речи, может быть, за день, за два до смерти. И вот он здесь рассказывает и говорит с такой большой любовью с учениками. Сам он уже думает о том, что вот скоро он будет распят. Скоро, так сказать, весь грех мира на него свалится. Скоро наступит тот момент, когда Отец Бог оставит его. Да, когда на нем будет грех лежать, он будет изолирован даже от Бога. И вот обо всем этом он старается не думать, а думает о том прекрасном небе, куда он попадет потом. И об этом он говорит своим ученикам. Он говорит, да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме отца моего много обителей. А если мне так, я сказал вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду, приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были там, где я. А куда я иду, вы знаете и путь знаете. Правда, интересно, он говорит на небе. Есть небо для вас, для всех. Я там уже был, я знаю это место. И там Отец мой, Бог, Он готовит место для каждого из вас. Это будет жилище. Это будет прекрасное жилище вот где-то, где-то в том великом царстве, которое нас ждет. Ждет тех, которые приняли Иисуса Христа, которые веруют в Бога и веруют в Сына. Да не смущается сердце ваше. Интересно, что сердце часто смущается. И у самого Иисуса в данный момент он вспоминает и думает о том, что с ним будет. Ведь действительно, эта трудность, мы в другом месте читаем, эта трудность на нем лежала. Вот воспоминание о том, оно давило его, о том, что Иуда его предаст, о том, что может быть даже Петр от него откажется, о том, что мама будет стоять у креста и будет смотреть, как его распинают. Но много всего, что было на нем, а главное, что он возьмет на себя грех всего мира. Но в данный момент он старается смотреть в другое место, на небо там, там, где он будет когда-то вот с этими учениками своими, со всеми теми, которые поверили в него, которые приняли от него благодать, которых он спас и которые будут с ним на небе. Это прекрасное жилище. Часто говорит, больше пойте о небе, больше говорите о небе, как там будет. Там гармония, там что-то такое особое будет, где, так сказать, людям будет, душам людей будет очень хорошо. Мне хочется так вот каждому из нас сказать, вот когда особенно трудности, когда переживания, когда через день-два что-то великое случится или тяжелое, вот туда смотри на небо. И он знает, он говорит о том, что и путь туда, на небеса есть. При этом надо верить, не смущаться, не сомневаться. И, так сказать, Господь доведет. Интересно, Фома говорит ему дальше. Господи, не знаем, куда идешь? И как можем знать путь? Иисус сказал ему, я есть им путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Какой молодец Фома, вот задал этот вопрос, не знаем путь. Искренно говорит, не знаем путь, хотя Иисус им так много говорил о том, как нужно жить. Как надо, так средногодняя проповедь, она вся полна указаний, как идти к небесам. Блажены чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Или блажены миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Вот это все путь. Но спрашивает Фома, и тут Иисус отвечает свое замечательное, замечательное слово. Он говорит, я есть им путь и истина и жизнь. И никто не приходит к Отцу, как только через меня. Да, наши все источники в Иисусе. Мы верим в Него, потому что Он за нас умер на кресте. Через Него нам прощены все наши грехи. И мы, когда верим в Него, наше сердце перестает смущаться, перестает сомневаться. Мы ощущаем Его. Наш взгляд идет далеко-далеко в те прекрасные небеса, где не будет печали. Да, не будет печали. Где не будет один клеветать на другого. Где не будет чего-то, что разрушает любовь. Ибо любовь, она будет заполнять все сердца. И это будет великая, прекрасная гармония там, на небе. Да, очень интересно. Но Иисус, Он наш путь. Путь, когда мы не знаем, но мы идем с Ним. Говорим, Господи, помоги мне дальше. Я не представляю, как. Но я знаю, с Тобой я смогу преодолеть. Это истина, когда мы не ржем ни себе, ни людям. Говорим так, как есть. Если согрешили, говорим, я согрешу. Если Господь дал нам победу. Субтитры сделал DimaTorzok